Придорожный знак в окрестностях маленького городка Брюс говорит обо всем. Брюс – сладкое местечко для жизни. Этот город к северо-западу от Бруклина приютил хозяйство Эдди Ханни Фарм. Семейный бизнес был основан в Вернанном Эдди в Канзасе во время Великой Депрессии. Его сын Ричард перевез хозяйство в Южную Дакоту. Теперь же его дети, братья Келвин и Брэд, занимаются хозяйством. Сегодня 80 тысяч ульев семейной компании разбросаны по сельской местности по всему штату, включая участки рядом с городками Кимбл и Роско. Весь мед с этих пасек откачивается в городе Брюс. В дальнейшем он разливается в бочки, хранится и направляется транспортом. Урожай этого сезона был значительно лучше, чем в прошлом году. Не сравнить, конечно, со старыми временами, как в 80-е и 90-е, когда многие земли были законсервированы. Пейзажи с тех пор сильно поменялись, но мы очень довольны урожаем этого года. Это хорошая новость, и учитывая высокий уровень смертности пчел. Последние 20 лет количество пчелиных семей падает. Если вы начинаете с двух пчелосемей, то у вас остается одна в конце года. И это, в принципе, по всей стране. Эксперты в США и Европе ищут причины. Возможно, это какая-то болезнь. Многие указывают на клеща паразита. Но после многих лет соприкосновения с производителями пестицидов, Брэд считает, что приоткрыл тайну. Все больше исследований показывают, что смертность пчел связана с сельхозхимикатами. Некоторые из тех химикатов, что используются на полях сейчас, значительно безопаснее для людей, чем те, что использовались, скажем, 10-20 лет назад. Но у этих выяснился неожиданный недостаток. Они вредят полезным для нас насекомым. Пчеловоды просят фермеров присмотреться к химикатам, которые они используют, и особенно ко времени их применения. По словам Брэда, распыление ближе к вечеру, когда пчелы менее активны, означает, что больше пчел выживет и сможет опылять сельхозкультуры. Мы ровно на той черте, когда мы теряем примерно столько же, сколько выводим. У нас очень узкое окно возможностей. Мы пытаемся справляться сами и держимся на плаву. Многие интересуются, зачем мы продолжаем. Но меня воодушевляет, когда я вижу по всему округу, как фермеры применяют покровные культуры. Мне кажется, чем здоровее будет почва с разными покровными культурами, тем здоровее будут растения и все развитие близлежащих территорий. И ситуация изменится. И для пчел, и для всех остальных. Поэтому, когда я вижу покровные культуры, меня это воудушевляет. И я вижу светлое будущее нашей отрасли и всего сельского хозяйства. Каждую зиму Эдди направляют пчел в Калифорнию. Пчелы помогают опылять местные сады миндаля. Ульи возвращаются в Южную Дакоту весной. Пчеловоды надеются, что больше пчелосемей останутся в живых в ближайшие месяцы, по мере того, как они информируют фермеров о более безопасном использовании пестицидов и преимуществах здоровых пчел. Нравятся наши переводы? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, обязательно оставляйте комментарии. Субтитры создавал DimaTorzok